Следующие жалобы у нас идут остеохондрозы. Опять-таки, зная, что почки не фильтруют, и соль мочевины, которые они не выводят в унитаз, откладывается в первую очередь в позвоночник, в суставы, на стенки сосуда. В первую очередь откладывается в позвоночник. И в позвоночник не на сами позвонки, а позвонки между собой соединены эластичными бинтами, связками, которые дают определенную гибучесть позвоночнику. И в первую очередь соль мочевины откладывается на связочный аппарат, который держит эти позвонки, Держит их, дает им определенное движение. И вот когда у нас соли откладываются на связочный аппарат, связочный аппарат провисает. Грубо говоря, если мы эластичные бинты сильно растянем, потом опустим, вот в таком состоянии связки, они прекращают держать устойчивые плотно позвонки. Позвонки начинают ездить, болтаться. И при любых физических нагрузках, тяжелых, неравномерных, когда мы что-то с одной стороны одной рукой берем, у нас позвонки смещаясь, связки их не держат, они передавливают нервные окончания. Идут вот эти прострелы, любага, боли, которые можно только таким путем вправить. Если идет физическая нагрузка постоянно, особенно у мужчин, когда идет непосильная нагрузка постоянно и связки не держат позвонки, то между позвонками находятся хрящевые диски. Эти хрящевые диски начинают выезжать. Вот это называется грижа шморля. То есть у нас, если почки не фильтруют, это идет остеохондроз, это идет сколиоз, потому что связки не держат позвонки, позвонки начинают искривляться, позвоночник начинает плавать. И это идут грижи шморля. Это все мочевина, соли мочевой кислоты, которые остались не отфильтрованы. Почему? Потому что почки фильтруют неправильную кровь. Качество крови определяет желудок. И опять мы к желудку возвращаемся, опять то же самое они есть после 18. Вот. Когда тут остеохондрозные боли, сильные боли, да, я имею в виду даже не ущемления, которые снимаются только вправлением, потому что если позвонок сдвинутый придавил нервное окончание, там его только надо убрать с этого окончания. А у нас образуются солевые столбики, остеохондрозные столбики или вочевые столбики, которые, откладываясь на связках и около позвонков, они передавляют нервное окончание уже вот таким путем. У нас чаще всего хрустит, там трещит. Вот это как раз вот эти вот солевые столбики, они и звуки дают такие. Вот. Когда это происходит, то уже позвоночник не гибкий, он же весь как бы зацементирован, и боли уже идут по всему позвонку шейному, там позвоночному отделу, грудному, поясничному. Мы опять же берем и используем аспиринные винты. Они помогают очень быстро эту ситуацию местную быстро снять. Вот. Кто-то использует пиявки, они опять же дают этот герудин, который разжижает местную кровь там, где мы эту пиявку поставили. Аспирин то же самое, разжижает кровь и снимает воспаление. Помимо того, что разжижают, он еще снимает воспаление, потому что нервные окончания от длительного передавления не воспаляются. Поэтому также мы делаем, разводим 4 таблетки аспирина на стакан, намочили бинт, и вот этот бинт весь шириной, начиная от первого шейного позвонка до кубчика, вот так раскладываем в несколько слоев. Там получается где-то 3-4 слой, если вот рулоны обычной бинта положить. Вот. И оставляем, опять же, на час. И вот эта ситуация, она очень быстро уходит, симптоматическая. Потому что причина, опять же, надо освободить почки, растворить уже соли, песочки, камушки, которые там образовались по ходу жизни. Вот. Далее это, опять же, сосать соль, которую мы в течение дня, где 5-6 раз в день в ней еды подсасываем, не кушать после 18-ти и сократить объем выпитой жидкости. Вот. Ну, такая же тактика с суставными артрозами. То же самое, как и варикоз, как и остеохондроз. Вот где ос идет, да ос, это соли мочевины. Там или там, или там. На стенках сосудов, позвоночнике, сустав. Ну, в общем-то, тактика, она, в принципе, одна и та же.